Не иметь памятозлобия на ближнего своего. Таким был главный мотив архипастерской проповеди за богослужением света Троицы Никольском женском монастыре города Ташкента. Божественную литургию в день памяти преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кушника возглавил митрополит ташкентский и узбекистанский Викентий. Преподобный Павел Фивейский известный своим житием как строгий подвижник и аскет в молитвах и подвигах, доживший до глубокой старости. 91 год он подвязался в пустыне, находясь в тяжелейших условиях. Но для него этот образ жизни стал естественным и вполне нормальным, потому что уже здесь, на земле, он стяжал Божью благодать и пребывал в Господе, не ощущая ни тягот, ни лишений. Он жил в Боге, и для него такая строгая жизнь уже сама по себе была укреплением на пути святости. Мы сейчас говорим, что нужны необходимые витамины, необходимые для нас, чтобы наш организм жил и развивался, и крепко. Питался он, конечно, пищей невестной, Господь им отдавал. Что значит, на нем исполняется евангельское слово, что не забудьтесь, что ящу пить, потому что Господь все может сделать. В лице Павла Фибринского мы видим, что это так и будет. И когда пришел к нему Антоний Великий, то Господь послал и для него еще небесное. То есть Господь заботится, но это надо вера, это надо благочестие, это надо преданность Богу, как мы видим, в лице этих подвижников. Глава среднеазиатского митрополитического округа в своем архипастерском слове к молящимся по окончании литургии кратко рассказал о жизни и подвигах преподобного Павла Фивейского, а также отметил, что необходимо прощать ближних, даже если они много раз согрешили против нас. В день, если кто-то в чем-то совершает против нас, а мы должны прощать и забыть тот обиду или недовольство, или ропот, который принес наш радость. Он сказал, прости, мы должны прощать и забыть, и не иметь памятного злобия. Надо только прощать и все, оставить все на воле Божию и на суд Божий, просто прощать. И не держать в своей душе никакую обиду, никакую злобу, никакое недовольство, ропот, осуждение, недовольство, желание мстить, желание вразумить.